Сто лет много или мало? Для жительницы аула Зиюка Зугат Баташевой целый век пролетел как мгновение. Свой юбилей она отмечает в кругу семьи и сельчан, которые по случаю такого торжества устроили ей настоящий праздник. Фатима Даурова продолжит тему. Столетний путь за плечами у этой хрупкой женщины, которая сейчас ведет под руку под звуки национальной гармоники, на которой она и сама когда-то играла лучше всех в ауле. Зугат Баташевой сто лет и пришли ее поздравить односельчане, родные люди и руководство аула. Много теплых слов было сказано в ее адрес, а сама именинница рассказала историю своей нелегкой, но по ее словам счастливой жизни. Творческие коллективы района сделали свой подарок. Яркие концертные номера стали украшением праздника. Даже если я вас сейчас не вижу, я слышу каждого из вас. Спасибо вам большое. То, что вы уделили мне внимание, дает мне чувствовать свою значимость. А ваше уважение к моему возрасту дает мне силы жить дальше. У себя дома Зугат Баташева уже в привычной обстановке делится с нами секретом своего долголетия. У черкеса есть такое словосочетание – «жишхамаху» – «светлая старость». Это значит счастливая старость, не омраченная бедами и жизненными горестями. Я могу сказать, что моя старость – самая счастливая, говорит долгожительница. «Мне повезло с невесткой, с сыном. У меня не найдется ни единого слова упрёка в их адрес. Кроме тысячи слов благодарности им за любовь ко мне и заботу. Мои дети золотые. Для меня радость видеть моих внуков и слушать их детские рассказы». Зугат Баташева родилась в далёком уже 1917 году, в самый разгар революции. Застала голод и разруху. Пережила тяготы Великой Отечественной войны. Сильная внутренним стержнем маленькая горская женщина сумела пройти вековой путь, сохранить бодрость духа и смотреть на будущее с позитивом. Фатима Дорова, Марина Кушпова, Мухаммед Дашибоков. Вести Карачаева, Черкесия. Хабецкий район.